Вот и наступило Рождество. Всех тоже поздравляю с Рождеством, с детственскими праздниками. Ну вот я мои скромненькие такие приготовления показываю. Я сегодня сильно много так не готовила ничего. Мы идем в гости. Вот приготовила паста, такие макароны. И приготовила рыбку. Рыбку мы заберем. Пасту приготовила для детей. У нас приехали из Райпура дети с сестрой, племянники. Поэтому решила их порадовать чем-нибудь вкусненьким. Здешние дети очень любят именно макароны. Пасту итальянскую вот эту. Поэтому для них приготовила. Ну и еще решила для них приготовить тортик тоже. Вот этот, который я готовила вчера с клубничкой. Давай, мы его заберем. Я его еще немножко, правда, сегодня подрихтовала. Потому что вчера он... Вот эти потеки из шоколада, они были такие очень какие-то жиденькие. Не очень красивые. Сегодня я его сделала покрасивее. Залила шоколадом полностью. Потеки такие жирные сделала. Сегодня немножко он покрасивее. Ну, а для детей сделала шоколадный тортик. Ну, этот, конечно, попроще. Давай, Яночка, разворачивай. Ровненько ложи. Мы здесь решили украсить еще немножко дом. Елочку мы уже вчера украсили. Стоит наша красавица. Стоит и радует наш глаз. И украшает наш дом. Ну, и немножко вот Яна сказала, еще говорит, давай стол немножко украсим. У нас же есть красивые разные вот эти меты, тейбл раннер. Говорит, давай красиво все сделаем. Не только елку. Пусть и стол наш будет красивый. Потому что, как я уже сказала, мы сделали тортик. Мы приготовили итальянскую пасту. Дети, конечно, в предвкушении. Ну, посмотри, положи, если тебе понравится. Поэтому дети немножко в предвкушении праздника. Нет, Яночка, как-то, наверное, не так. Вот эти два убери. Вот эти два убери, четыре остав. Да, поэтому дети у нас в предвкушении праздника. Они хотят немножко сделать такой селебрейт. Немножко отметить. Немножко хотят, вот, как сделать такую маленькую пати. Разрезать кейк. Покушать. Вот сейчас мы немножко все украсим. И тогда как бы сядем за стол. Сделаем такой праздничный ланч, обед. Пришли в гости детки наши. Они в ожидании. Сейчас будем резать кейк. Кейк я уже вытянула. Они сидят, ждут. Они очень любят мои кейки домашние. Сейчас порежем. Будем немножко праздновать. Отмечать. Немножко покушаем. Повеселимся. Наступил торжественный момент. Детки рады. Режут кейк. Сейчас мы еще красиво, конечно, порежем. Каждому в тарелочку положим. Детки друг друга кормят. Здесь такая традиция. Здесь, когда режутся кейки, обычно торты по поводу какого-нибудь праздника или у кого-то день рождения бывает, то обязательно все таким образом друг друга поздравляют. Кормят друг друга кейком. Но вот уже попробовали, уже распробовали. Говорят, что очень вкусно. Все детки показывают, делают такое «у-у-у». Это значит очень вкусно. Я, конечно, старалась специально для них. Поэтому очень рада, что детям нравится. Тортик, конечно, для них специально предназначен. Главное, чтобы деткам нравилось. Че? Как ты? Да. Продолжаем отмечать наш праздник маленький. Кейк, мы уже съели тортик. А теперь всем добавляем корианскую пасту. Она выглядит очень аппетитно. Ты можешь, Яночка, помолею показать нашу пасту. Насколько аппетитно выглядит. Кстати, индийские дети очень любят вот именно итальянскую пасту. Это они обожают. У них пицца и паста. Это самые вот любимые, любимые такие два вот таких продукта. На праздники. То есть всегда. Беспроигрышный вариант. То есть всегда, если пасту и пиццу им закажешь или сделаешь. Они, кстати, очень любят и мою пиццу. Я сама готовлю очень хорошо пиццу. И за, да, воплески, воплески. Мимо. Мимо. Мимо, ты расправила. Ну, вот такой маленький праздник устроили мы себе с индийскими детками. Ну, кстати, вот индусы не сидят так долго, как мы сидим. Я должна сказать, что вот у них так поели и встали. То есть это все быстренько происходит. У них нету таких долгих, таких продолжительных застольй, как у нас принято. Вот сидим за столом, сидим несколько часов, как бы не вставая. Здесь такого нет. Вот индусам, если их кормишь, приглашаешь на обед или на ужин, или вот еще что-то такое, чем-то вот угощение какие-то, какие-то приглашения. Но это все происходит очень быстро, они как бы очень долго за столом не задерживаются. То есть это в такой больше какой-то официальной немножко формы происходит. Вот так покормили и все, встали как бы и ушли. Поэтому стиль здесь отмечать вот праздники, именно самого вот праздничное вот такое вот торжество, оно совершенно, конечно, делается по-другому. Не так, как у нас. Вот детки уже поели, попили, вот сидят пока разговаривают, ну и после этого вот пойдут гулять, пойдут уже по-своему будут, может быть, пойдут по-другому играть или еще что-то. Вот сидят счастливые разговаривают, все понравилось, им сказали, паста вкусная. Торт, кстати, был шикарный, торт вообще просто во рту таял. Такая вкуснятина получилась у меня сегодня, прям нежданно-негаданно. Ну рады, довольны, конечно, я довольна, что детки наши рады. Ну вот приехали к друзьям, но мы пока еще не заходим. Внутри, я хочу немножко вам показать пару домов вот здесь на улице, вот показать, как люди здесь, христиане, украшают свои дома. То есть здесь украшают дома индусы вот на Девале, тоже очень-очень много огней, очень много света. Ну вот украшают еще и христиан. Я дом с внешней стороны, конечно, свой так не украшала, потому что это надо прям серьезно к этому относиться, кого-то прямо вот пригласить. Покажу сейчас, как вот здесь украшают люди, какие вот ставят всякие лампочки с улицы. Пойдем немножко пройдемся по улице, потому что потом уже зайдем в дом, уже потом я не стану выходить. Ну вот подошли к одному из домов, но здесь, конечно, очень скромненько. Такие гирлянды из лампочек, то есть не сильно так люди украшали. И, кстати, я даже вижу, что нету вот этой звезды на доме. В основном на каждом доме, вот у христиан здесь обязательно, у католиков обязательно вот такая звезда. То есть по этой звезде как бы и определяем, что это вот, собственно говоря, и у нас здесь живут вот христиане. То есть это обязательный как бы атрибут, но здесь почему-то я не вижу вот этой вот звезды. Ну, украшают, конечно, в эти праздники только христиане. Еще подошли к одному дому. Ну, здесь вот вы видите явно красуется огромная красивенная звезда размером буквально вот в 2 метра. Она очень большая, такая яркая. То есть это видно вот издалека, что это действительно здесь живут христиане, которые будут отмечать катерлическое Рождество. Вот еще один соседний дом, один из домов. Здесь тоже все украшено обязательно гирляндами, обязательно вот эта вот звезда. Должна сказать, что в Индии вообще уважают вот каждую религию, никого не притесняют. И вот обязательно отмечается вот каждый даже праздник. То есть это так, как и христианские праздники, и индийские праздники, и мусульманские праздники. И обязательно даются какие-то вот выходные, какие-то каникулы. То есть здесь уважают абсолютно вот религии, вообще любые религии. И даже об этом вот часто вот даже упоминается и говорится то, что вот действительно здесь никого никогда не притесняют. И отмечаем всегда все вместе. Здесь вот никогда такого не услышите, что там о ком-то, допустим, скажут, что там это мусульманин, это христианин, а мы там индусы. То есть такого никогда вот никто не говорит и не позволит себе даже вот сказать, кого-то обидеть как бы. Вот самый главный, ожидающий нас человек Гуччи. Всегда счастлив безмерно, ждет нас с нетерпением, а когда видит Яну вообще, сходит с ума, не знает, куда ему деваться. Мы, если когда заходим вместе с ней, он тогда вообще не знает, с кем целоваться в первую очередь. С Янкой или со мной. Ну вот, немножко хочу показать вам Людин дом. Люда, конечно, украшает все намного серьезнее, чем я. Она каждый год занимается этим, поэтому она очень так скрупулезно относится к таким вещам. Она каждый год вот покупает какие-то новенькие новинки. Этот год, я смотрю, вот это вот у нее новая лампа появилась, такая красная. Какие-то новые фонарики, какие-то новые звездочки. Вот все у нее так красиво, интересно. Вот эта вот соляная лампа такая у нее новая появилась. В прошлом году ее не было. Сейчас такие лампы стали очень в моде. Они как бы и такие позитивные, приносят в дом счастье и радость. Вот елочка, самая главная, вот красавица, виновница всего торжества, так сказать. Красивенная какая. Ну, у Люды, конечно, елочка побольше, чем у меня. Она 3 метра красоты. Так, вот покажем сверху вниз. Конечно, красота красивенная. Вот здесь тоже у нее на столе. Все, вот такие вот дождик, вот этот, как настоящая елочка. Вот такой он. Вот здесь тоже. Пойдем дальше, тоже посмотрим. Здесь вот пальма, такая тоже вот в огнях. В комнате у нас тоже разные атрибуты. Смотрите, это же подушки с Дедом Морозом и со снеговиком. Здесь опять-таки все вот аромалампы. Она очень любит аромалампы. Наливает везде вот всякие вот эти ароматические средства, масла, чтобы пахло, чтобы очень такая была теплая обстановочка. Вот здесь тоже. И здесь вот в каждом уголке, буквально вот в каждом уголке какое-то украшение. Очень, конечно, все приятно. Тепло выглядит. Вот здесь тоже аромалампа по обоим сторонам от кровати на тумбочках. Подушки вообще супер. Подушки классные. Здесь вот на столике тоже у нас красивая такая лампа, дождик. Здесь вот тоже перед входом в спальню. Такой вот картина гонешек. Это больше как пудя-рум. Комната для молитв. Вот здесь. Вот в зале еще тоже вот такие звездочки на окно повешенные. Мне, кстати, очень нравится. Обожаю их. Я вот в следующем году хочу тоже себе таких купить. И тоже навешать в доме. Очень красиво получается. Вот этот цвет. И именно то, что звездочки. Именно вот такая рождественская тематика. Новогодняя. Ну, это у нас личная спальня хозяев. Здесь тоже у нас. Да. Ну, мастер-бедрум это на английском. Английский у нас не каждый, конечно, знает. Поэтому стараемся на русском рассказывать. Вот опять-таки соляная лампа вот эта. Она способствует... Супер модная, супер полезная. Я уже, да, я уже сказала, рассказала, что она вот очень позитивная. Приносит позитив в дом. Сейчас вот в последнее время очень рекомендуются такие лампы. Особенно вот в спальнях, кстати говоря. Потому что в спальне это очень личное место для хозяев дома. Поэтому, чтобы было умиротворение, спокойствие, покой, счастье. Ну, вот выходим отсюда. Везде все украшено, красиво. Вот такой у нас красивенный рождественский стол. Просто обалденный, обалденный, красивенный, красивенный. Чего у нас только нет. И мясо, и рыба, и хумус, и зеленые салаты, и котлетки, и матлетки. Боже мой, такая красота неописуемая. Такое разнообразие. Но это еще не все. У нас есть еще и горячее там, и мясо, и перцы нашпигованные. Ну, Люда всегда, конечно, готовит много, старается. Ну, вот смотрите и облизывайтесь. Пусть текут у вас слюнки на такую красоту и разнообразие. Мерри Крисмасс! Мерри Крисмасс! С Рождеством! С Рождеством! С Рождеством! С Рождеством всех людей! Много, что происходит! Всем счастья, 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 любви, позитива, всем всего хорошего. Всех люблю, всем привет. В Украине всех, кого мы знаем, привет. Всем привет. Надя и с Лешей всегда их вспоминаем, всегда любим, ждем. Даже если вы не приедете, все равно мы вас помним. И очень любим. Мы приедем, мы к вам. Если вы не идете к нам, мы приедем к вам. Если вы не идете к нам, тогда мы приедем к вам. С Рождеством!